Отслойка В случаях прочной адгезии, соединения сетчатки и стекловидного тела, задняя отслойка стекловидного тела приводит к тракциям сетчатки, то есть стекловидное тело в отдельных местах начинает тянуть сетчатку. Если сетчатка сама по себе тонкая в этих участках, это может привести к разрывам в ней, что позволит внутриглазной жидкости пройти насквозь и отслоить сетчатку от подлежащего пигментного эпителия. В большинстве случаев невозможно определить, когда есть опасность отслоения сетчатки, до тех пор, пока отслойка не произошла на самом деле. Физические симптомы, проявляющиеся в виде вспышек света, большого количества мушек или потери периферийного поля зрения, могут быть незамечены пациентам, пока не появится занавеска, которая может дойти до центрального зрения. Без срочного хирургического вмешательства, желательно до одной-двух недель, отслоенная сетчатка становится менее эластичной, вследствие того, что пигментные клетки начинают формировать мембраны на ее поверхности. Чем более сетчатка уплотнена и покрыта мембранами, тем сложнее хирургическая операция и меньше шансы на успех выздоровления. Главной целью хирургического лечения является закрытие разрыва в сетчатке, чтобы остановить проникновение через него глазной жидкости. Пигментный эпителий, на котором располагается сетчатка, обладает присасывающим действием, что позволяет сетчатке не отслаиваться. Чтобы закрыть ретинальный разрыв или разрывы, хирургу в первую очередь необходимо их обнаружить. Причем их размер не так важен. Края разрывов фиксируются к пигментному эпителию с помощью микрорубчиков. Для того, чтобы образовались эти рубчики, сначала вызывают воспалительную реакцию на краях разрывов. Это делают с помощью лазера, нанося микроожоги, или криопексии, нанося микрообморожение. В то время, пока воспаление будет формировать микрорубчики, сетчатка должна быть прижата в зоне разрыва к пигментному эпителию. Это может быть сделано несколькими способами. Доктор может локально вдавить наружную стенку глаза склеру, подготавливая ее к разрыву, с помощью специальных пломб. Вдавливая склеру в зоне разрыва снаружи, как правило, одномоментно в глаз вводится пузырек воздуха, чтобы прижать сетчатку к пигментному эпителию изнутри. Этот пузырек в дальнейшем естественным образом растворится в глазу. В более сложных случаях вместо газового используется силиконовый пузырь, который еще сильнее прижимает сетчатку изнутри. Но силикон сам не растворяется в глазу и, как правило, впоследствии удаляется из глаза во время дополнительной операции. Наконец, доктор может удалить тяжи в стекловидном теле, которые придерживают сетчатку в отслоенном состоянии, возвращая сетчатке ее подвижность. Это называется витректомия или удаление стекловидного тела. Все эти процедуры могут быть проведены вместе с другими соответствующими манипуляциями, такими как удаление мембран с поверхности сетчатки или удаление жидкости из-под сетчатки. Возможность неудачного результата после операции всегда присутствует, так как хирург не может окончательно просчитать все варианты, которые могут возникнуть в каждом индивидуальном случае, особенно при прогрессирующих или возникающих в ходе операции осложнениях. Если состояние не стабилизируется, а зрение будет продолжать ухудшаться, может потребоваться повторение процедуры. Как только вы покинете клинику, вам необходимо будет использовать глазные капли. Название капель, частота и продолжительность использования будут назначены вам доктором. Также будут проведены определенные действия для облегчения боли или профилактики воспаления. Если в ваш глаз был помещен пузырек с газом, хирург предпишет вам соблюдать определенные положения головы в течение нескольких дней. Цель этой процедуры заключается в том, чтобы пузырек с газом оказывал давление на определенный участок сетчатки. Пузырек растворится сам по себе через несколько дней. В течение этого времени вы будете видеть большое черное пятно, как будто вы смотрите через аквариум. Пока пузырек с газом находится в вашем глазу, авиаперелеты строго запрещены. Для ускорения заживления сетчатки рекомендуется избегать интенсивных движений глазами. Избегайте чтения, не смотрите в окно при езде на поезде или в машине. Избегайте физических нагрузок и занятий спортом. Тем не менее, просмотр телевизора не запрещается, если это позволяет предписанное доктором положение головы. Также вам нужно будет соблюдать некоторые меры предосторожности в течение 15 дней. Во-первых, необходимо исключить попадание в глаз веществ, способных вызвать раздражение. Будьте осторожны, используя шампуни и мыло. Не плавайте в бассейне. Во-вторых, старайтесь не переохлаждаться и избегайте контакта с переносчиками инфекции. Глазная инфекция – очень серьезное осложнение, которое требует незамедлительного лечения. Если вы заметили покраснение глаза или испытываете боль, незамедлительно свяжитесь с хирургом. Ваше зрение будет постепенно улучшаться. Будет непросто заметить улучшение, пока пузырек с газом находится в глазу. Тем не менее, у вас не должно наблюдаться резкого затемнения в поле зрения. Если вы заметили подобные признаки, свяжитесь с вашим хирургом. Своевременные визиты к вашему хирургу позволяют оценивать результаты проведенной операции. Помните, что риск неуспешного исхода есть всегда и могут потребоваться дополнительные хирургические вмешательства. Если все пройдет хорошо, вы можете рассчитывать на возвращение к повседневной жизни. Улучшение состояния зрения происходит от 3 до 6 месяцев после операции. Боль, которую вы будете испытывать в самом начале, постепенно начнет проходить.